Что скрывается под брендом Янта? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе. Янта. Янта. Есть вкусно. Всем привет! Это снова программа «Муж на кухне». Передача, в которой мы всегда готовим простые, доступные, главное, очень вкусные блюда. А что меня еще и больше всего радует, в последнее время мы готовим еще и блюда полезные. Но это, в общем-то, правильно, потому что все-таки весна, хочется заняться своим здоровьем и начать, наконец, правильно питаться. Что приготовить сегодня, друзья? Если честно, я не знал до последнего момента, то есть до тех пор, пока не пошел в магазин. Ну, в общем-то, я часто так делаю, когда нет вдохновения, просто хожу по магазину, смотрю, какие сегодня есть продажи продукты, что приглянется, что нет. И таким образом как бы составляю такую некую комбинацию, да, какое блюдо сегодня будет. И сегодня, руководствуясь вот этим правилом здорового питания, я выбрал несколько продуктов, и в результате у меня получится, в общем-то, полноценный хороший обед, главное блюдо, но очень полезное. Итак, смотрите, что мне приглянуло сегодня. Это замороженная капуста брокколи, грибы, шампиньоны замороженные, здесь у меня фасоль в собственном соку белая, сыр твердый и обычная куриная грудка, филе. Здесь еще есть у меня грецкие орешки. У нас получится сегодня блюдо, которое называется гратен. В прошлых передачах мы иногда гратены делали. Что такое гратен? Напомню, это что-то запеченное, покрытое какой-то такой зажаристой корочкой. Собственно, вот эта корочка и есть гратен, да, с французского слова. Даже есть такой прием гратенирования, то есть придание корочки. Для корочки, естественно, у нас в качестве корочки будет выступать, естественно, сыр. И еще один грен попозже расскажу. Итак, ну а что касается главного блюда, то мы с вами сделаем оладьи. Оладьи из курицы. Честно говоря, хотел сделать печеночные, но печенки не было. Ладно, поехали. Давайте начнем с гратена. Мы будем капусту брокколи запекать вот в такой форме. И прежде чем мы поставим ее в духовку, мы сделаем соус, в чем она будет запекаться. Для соуса мы возьмем репчатый лук, в общем-то, средний, среднего такого формата. И вот эти шампиньончики замороженные. Не буду их мелко нарубать, даже вот когда замороженные шампиньоны, из них лучше воду отжимать. Здесь я сразу же уже, наверное, начну нагревать сотейник, которым я буду готовить соус. Потому что, в принципе, как вы наверняка заметили, если смотрите нашу передачу постоянно, я стараюсь всегда рассказывать о тех рецептах, которые довольно-таки быстро превращаются в жизнь. То есть экономят ваше время, проведенное на кухне. Все, с шампиньонами закончили. Я беру сливочное масло, выкладываю в сотейник. Обжариваем грибы с луком до того момента, пока не выпарится вся лишняя вода. Пока вода лишняя выкипает, самое время добавить приправ немножко. Ну, капуста. Хоть это и у нас брокколи, но в любом случае по вкусу они чем-то схожи. Что-то их объединяет, да, все-таки. И в капусте очень всегда хорошо подходит тмин. Тут как ни крути. Буквально щепотку тмина я положу. Мускатный орех. Он, как правило, обязателен в белых соусах. И вот сейчас, пока у нас не добавлено молоко, специи у нас немножечко тоже поджарятся с луком и грибами, и тоже дадут хороший аромат. Итак, смотрите, вода из грибов ушла. Самое время добавить загуститель. В качестве него у нас выступает мука. Столовую ложку. Даже вот без горки муки. Перемешаем так, чтобы мука схватилась, спассировалась немножко и нагрелась, что очень важно. Вот, получается такая слегка вязкая масса. Ну и, как вы понимаете, настала пора добавлять жидкость. Жидкость – это в данном случае молоко. Добавляем понемногу. Здесь я меняю орудие на венчик. Молоко, друзья, лучше, конечно, использовать в данном случае теплое, чтобы сильно не остужать. Консистенция соуса должна быть немного такой жидковатой, потому что в нем у нас будет запекаться брокколи, и он еще при запекании выйдет влагой, и он еще загустеет, поэтому на данном этапе все-таки нужно сделать его немножко более жидким. Итак, друзья, вот соус закипел. Самое время довести до вкуса. Именно хорошо посолить нужно. И секретный один ингредиент, даже для белого соуса, хоть он и не томатный, это чайная ложка сахара. Можно отключать. Итак, вот смотрите, какой у нас соус получается. Соус готов. Теперь, в общем-то, все просто. Немножко смажем форму сливочным маслом. Берем брокколи и выкладываем соцветие в форму для запекания. Вот с детства не мог понять, почему цветная капуста называется та, которая бесцветная, а вот эта вот зеленая называется брокколи непонятным словом. Равномерно раскладываем. Вот еще вот видите, что такие крошечки остались. Оставим это на потом. Сейчас мы что делаем? Заливаем капусту соусом. Чуть-чуть разровняем. А вот этими крошечками мы сверху вот так присыпем. На данном этапе нам потребуется фольга. Нам важно, чтобы капуста хорошо проготовилась. Убираем в духовку. Температура в духовке 180 градусов. В общем-то, типичная температура для запекания. Готовим брокколи до полной готовности. После чего будем это блюдо гратинировать. Помните такое название? Есть время ненадолго прерваться на рекламу. Мне подготовиться к следующему этапу. Обязательно возвращайтесь. Мы начнем делать куриные оладьи. Что скрывается под брендом Янта? Бескрайние поля. Современное производство и технологии. Труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе. Янта. Янта. Есть вкусно. Итак, продолжаем разговор. Сегодня у нас вновь мы говорим про полезную еду. Мы уже поставили капусту брокколи в грибном соусе запекаться в духовку. Теперь переходим к главному блюду. Да, я уже заикнулся в начале передачи, что вообще-то я планировал приготовить оладьи из печенки из куриной. Но, на мое удивление, ее не оказалось в магазине. Представляете? Ну, видимо, такое бывает. Что ж тут поделать? Поэтому я быстренько сообразил, что в этом есть, наверное, свои плюсы. Потому что, допустим, моя дочь не любит что-либо из печени. И вообще, в принципе, как-то вот не сложилось у нее какого-то положительного, позитивного отношения к субпродуктам. Поэтому, я думаю, уж куриные оладьи, в принципе, ничем не хуже, а где-то даже и лучше. Конечно, можно сделать обычные куриные котлеты, но оладьи, мне кажется, веселее, проще и быстрее. Итак, я нарезал куриное филе на кусочки, чтобы они проходили в мясорубку. Возьму одну луковицу. Добавляем два зубчика чеснока. Делаем все поочередно. Добавляем и мясо, и лук с чесноком. Вообще, хочу сказать, что можно лук добавлять не в таком вот чистом виде, а, допустим, предварительно обжарить его на сливочном масле. Будет, наверное, даже еще лучше, но я решил все-таки сделать вот именно таким образом. А если бы я, допустим, готовил сегодня оладьи из печенки, то я бы тогда, конечно же, обязательно обжарил лук. И обжарил бы его вместе с морковью, потому что печень очень дружит с этим овощем, потому что морковь чуть-чуть сладковатая, это очень подходит к печени. Вот, собственно, и все. Итак, теперь делаем оладьи. Прежде всего, возьмем яйцо, и я отделю белки от желтков. Три яйца будет достаточно. Прежде чем взбивать белки, их лучше подсолить. И начинаем взбивание. Для чего я это делаю, я думаю, что многие догадались. Я хочу, чтобы мои оладьи сегодняшние были пышные. Поэтому нужно насытить белки воздухом, кислородом. И потом аккуратно мы будем перемешивать все ингредиенты. Итак, вот смотрите, в густую пену взбили белки. Теперь мы быстренько подготовим еще один ингредиент. Немножко укропчика добавим. Сразу в белки выложу. И перекладываем в прокрученную куриную грудку белки. Сюда же я выливаю желтки. Подсолю. Что касается приправ для этого блюда, то, в принципе, здесь вот кто что любит. Знаете, вот как вы любите. Я просто добавлю обычную приправу курицы. Просто вот она мне понравилась. И за цвет причем свой. И очень хорошо подойдет именно душистый перец. Именно душистый. Не черный, не белый. А вот именно душистый. И сейчас мы аккуратно стараемся, чтобы белки у нас обратно не взбились в обратную сторону. Перемешиваем вот эту массу. Смотрите, какая у нас получается она пышная. Перемешиваем до однородности. И есть смысл добавить пару столовых ложек муки. Потому что без муки жарить оладьи будет проблематично. Вот я одну столовую ложку добавил. Сейчас перемешаю, посмотрю, как она свяжет массу. Можно еще. И вот, собственно, мы подготовили фарш. И начнем выпекать оладьи. Разогреваем хорошо растительное масло. И выкладываем оладушки для последующей обжарки. Конечно, масло сильно разогревать не стоит, чтобы они горели. Вы же помните, что у нас здесь курица, и ей необходимо приготовиться. В отличие, допустим, если бы мы жарили с вами драники. Там-то, наоборот, является фишкой, что картошка чуть-чуть сыровата. Обжариваем оладьи с двух сторон до золотистой корочки. В данном случае у нас действительно корочка золотого-червоного цвета получается. Я думаю, что минуты по четыре с каждой стороны. И этого будет вполне достаточно, чтобы курица проготовилась. У нас все-таки там, если помните, грудка. А это, в общем-то, наверное, как ничто другое готовится очень быстро. Вот, собственно, и готовы оладушки. Перекладываем их на салфеточку. Лучше, конечно, использовать, чтобы лишнее масло ушло в эту салфетку. Нам оно ни к чему. Я закладываю вторую порцию оладьев. И позволю себе, друзья, избавить вас от дальнейших подробностей, как они жарятся, потому что это и без того понятно. Поэтому прерываемся на небольшую рекламу. Потом обязательно возвращайтесь. Мы доведем до конца дело, которое называется «Гратен». Что скрывается под брендом «Янта»? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе. «Янта». «Янта» есть вкусно. Друзья, ну мы уже, в общем-то, пододвигаемся к финалу приготовления сегодняшнего блюда. Напомню, это «Гратен» из капусты брокколи и куриные оладьи. Настало время довести до ума «Гратен». Что это значит? Это значит, что мы достаем. Я уверен, что к этому времени капуста брокколи у нас приготовилась. Вот она у нас была накрыта фольгой. Ну и теперь давайте приступим, наверное, к самому интересному, то есть к тому самому «Гратену» или «Гратенированию», к этому приему. Для этого нам потребуется сыр и орехи. Вообще, в классическом варианте, точнее, более часто используются не орехи, а обычные сухари, но только, конечно, ни в коем случае не панировочные. То есть сухари смешиваются с сыром стертым, хорошо перемешиваются, посыпается все это дело, и получается интересная такая прям с сухарями прям корочка. Я решил взять сегодня орехи. Что я сделаю? Я вот в такой мешочек их переложил, и сейчас буду дробить. Можно, конечно, их раздробить в блендере, но в этом случае мы рискуем, что орехи у нас превратятся в такую муку. А все-таки будет, наверное, здорово, если орешки будут не полностью размолоты, а лишь вот так слегка. И тертый сыр. Я думаю, что вот такого количества, здесь примерно 100 грамм, будет достаточно. Берем орехи и высыпаем к тертому сыру. Сейчас хорошо перемешиваем. И, собственно, вот она смесь для гратена у нас готова. Посыпаем сверху тушеную брокколи в грибном соусе смесью сыра и грецкого ореха. Разровняем. И я снова убираю в духовку. Только теперь я уже, конечно же, не накрываю фольгой. Главная задача сейчас это образовать корочку. Для этого я прибавляю температуру приблизительно в 240-250 градусов, чтобы эта корочка получилась быстро. А не так, чтобы сыр расплавился и ушел туда, в капусту. Ну и потихонечку я начну уже готовиться к подаче. Для этого я возьму тарелочку. Как я это люблю делать? Немножко посыплю смесью перцев. Выкладываю оладьи. И смотрите, я упоминал в начале передачи про фасоль в собственном соку. Вообще, честно признаться, я ее забыл положить в гратен. Ее нужно добавлять до того, как вы будете посыпать смесью сыра и орехов. Но, в принципе, она готовая. И, в общем-то, ничего страшного, что я ее забыл. Потому что готовиться ей не нужно. Я просто ее положу вот здесь сверху. Она, во-первых, придаст этому блюду большую питательность. Во-вторых, фасоль очень хорошо сочетается с орехами. Это, наверное, одно из лучших сочетаний. Поэтому вот в данном блюде она обязательна, друзья. Ну и теперь достаем наш гратен. Потому что я думаю, что корочка у нас уже получилась. И выкладываем сверху порцию капусты в грибном соусе. С гратеном. И вот что, друзья, у нас получилось. Если резюмировать, то, в принципе, из доступных и простых продуктов мы получили довольно-таки сытное и, в общем-то, легкое и полезное блюдо, друзья. В общем-то, подходящее легко для диетического питания. Потому что здесь у нас и есть животный белок, есть растительный белок. И, собственно, есть и овощи, которые прекрасно подходят как гарнир к этому мясу. Все это сытно и невероятно вкусно, друзья. Очень рекомендую вам попробовать приготовить это блюдо у себя дома. Если вы чего-то недопоняли или не успели записать или запомнить сегодня на канале «Россия-24» в 19.00 наша передача обязательно повторится. Если вы хотите чего-то большего, добро пожаловать в нашу группу по интересам, которая располагается на сайте «Одноклассники», найти нас просто в поисковике. Набирайте «Муж на кухне» и присоединяйтесь к нашей группе. Там вы можете найти пошаговые рецепты блюд, приготовленных в нашей передаче. Там вы можете задать вопросы. Там я выкладываю некоторые свои соображения по поводу кулинарных всяческих премудростей. Так что добро пожаловать. Ну а в телевизоре, так скажем, я с вами прощаюсь до следующей субботы. Всего доброго. Что скрывается под брендом «Янта»? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе. «Янта». «Янта» есть вкусно. Редактор субтитров А.Семкин